С момента объявления пандемии в стране предсказуемо выросло число безработных граждан. В конце марта на учете Химкинского центра занятости стояло четыре сотни жителей. Сегодня их четыре тысячи. Безработным положены выплаты. Помочь родителям теперь могут дети. В свободное от учебы время школьникам можно устроиться на подработку. На это городская администрация выделила три с половиной миллиона рублей. Администрация выделяет деньги тем предприятиям, которые не могут самостоятельно оплатить труд подростков. То есть в основном это бюджетные какие-то организации, это образовательные учреждения, в которых детки могут работать, но финансирование дополнительного не предусмотрено. Школьники смогут заработать деньги в размере минимальной оплаты труда. Зарплату выплатят в соответствии с количеством отработанного времени. Кроме того, ребята получат материальную помощь – две с половиной тысячи рублей из федерального бюджета. Для этого нужно зарегистрироваться в центре занятости. Так что теперь около Химкинского центра занятости в своей очереди ожидают не только взрослые, но и подростки. Дарье 14 лет. Недавно перешла в девятый класс. Сильна в математике и иностранных языках. Надеется, что некоторые навыки пригодятся в летней работе. Во-первых, можно получить хороший опыт, чтобы в будущем уже понимать, и какое-то разнообразие. Не просто школа там, какие-то дополнительные, а именно чтобы понять, как в будущем все будет. Узнать всю необходимую информацию можно, позвонив на горячую линию центра занятости в Химках по телефонам, которые вы видите на своем экране. Ксения Брагина, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.